День славянской письменности «Торжество слова» проходит ежегодно в Бресте в большом формате. Предшествует праздник у череда конкурсов и творческих состязаний, цель которых – популяризация славянских языков через литературу, театр, песен и искусство. Традиционно в зале большое количество гостей, в основном молодёжь. Они – будущие носители истинно славянского слова. День славянской письменности стал традиционным для нас. Отдел образования администрации Московского района проводит этот праздник, в котором участвуют все, пожалуй, не все, а очень многие общественные объединения города. Это и Белая Русь, это и Фонд мира, это Союз писателей, Русское общество и другие. На этом празднике мы подводим итоги конкурса художественного чтения среди учителей и среди детей. В рамках торжественного мероприятия свои заслуженные награды получили наиболее активные школьники. Ребята, которые не просто изучают белорусские и русские языки, но и стараются сделать их использование интересным и необычным. Лучше были удостойны не только грамоты благодарности, но и особых подарков от представителей Россотрудничества – сертификатов на образовательные поездки в Москву. Язык вообще – это культурологическая и духовная основа любой нации. Русский язык остается языком межнационального общения и, конечно же, способствует тому, чтобы как можно шире и глубже развивались гуманитарные отношения. Сегодня русский и белорусский язык в школьной программе – предметы равнозначные. И это оправданно. В стране два государственных языка. Ребята активно изучают не только грамматику, но и литературу, погружаясь в систему образов и философию произведений. Ведь человек, владеющий словом, человек образованный, грамотный, востребованный. Русский и белорусские языки у нас являются государственными, поэтому в равной степени государство уделяет внимание при изучении этих двух языков в учреждениях образования. Совсем недавно, в позапрошлом году, было принято решение о выравнивании количества часов, отводимых на изучение русского и белорусского языка. Процесс этот идет постепенно, из класса в класс. Продолжила праздник концертная программа в исполнении лучших творческих коллективов города. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Лугов, кинсель, компания БУК-ТВ.